аккаунту 14 дней и что же за это время мы достигли и так давайте посмотрим что же интересненького и новенького у нас здесь есть добьем арену и я вам поведаю в этом видео нет рекламы рекламодатели в сумму нарвала отчет не особо много поэтому если вы занимаетесь чем-то можете ко мне обратиться отрекламирую продажу вашего аккаунта покупку аккаунта может магазины какие-то держите и прочее но отрекламирую сам себя точнее свою группу с которой я не зарабатываю а просто сделано для того чтобы люди были ближе друг другу у нас группе немножко плохо обрезано 1448 человек давайте добьем полторы тысячи разыграю либо неделю фарма ночного бесплатно от меня получит человек 1 либо мы разделим это на три человека и соответственно поделим это поровну под каждого но там уже когда определимся поэтому полторы тысячи человек и за мной не заржавеют поэтому просто подпишитесь ссылка есть в описании либо просто вот название группы называется аракис games вот ссылка копировать то есть будет в описании просто напишите в поиске arackis games и вы найдете в телеграме нашу группу добро пожаловать к нам это бесплатно ничего здесь платного нет соответственно Здесь можете мемчики смотреть, промокоды я сюда кидаю, вот видите, поэтому не пропускайте промокоды, плюс самое интересное, новое, я скидываю сюда, вот информация, как руны топовые выфармливать и прочее. Итак, перейдем к делу. 14 дней аккаунту, что же я достиг? Давайте сразу перейдем, как это будет правильно, к нашему профилю и быстренько посмотрим, что же здесь у нас. Итак, архив. 16 дней не смотрите, на самом деле аккаунту 14, но тут все понятно, поэтому первые 3 дня, небольшая история, я почти не играл на аккаунте, честно, я когда вернулся в игру, думал, меня хватит на 1 стрим и все, я больше не буду стримить и тем более видосы снимать, я вообще не планировал снимать ни одного видео по Сомонарвару, думал, если и буду стримить, то просто, соответственно, стримить, никаких видео. Сейчас у меня в планах, я могу вам заспойлерить, я не знаю, как они будут в какой очередности выходить, но у меня это видео, следующее или предыдущее видео будет, как я одеваю персонажей, то есть какие руны, как одеваю на 3 типа персонажей, то есть на классического ДД, классического саппорта и классического монстра контроля, допустим, для башни, либо лабиринта, вашего гильдейского контента и прочего, то есть я думаю, вам такие видосики понравятся. Также я хочу снять отдельно 5 видео, один за одним, то есть все 5 видео подряд, чтобы не путаться на всех червей, на всех чудовища, я вам покажу, как я на них спустя 2 недели понабивал по 5 миллионов урона, а на некоторых спойлер 6,5, то есть без каких-то имба, каких-то персонажей и прочих, то есть я набил 5 миллионов, ну я считаю, это вполне неплохо, кроме демона, но не его заслуга. Итак, здесь смотрим, дальше на гиганте, это стандартная моя пачка, единственное, что в будущем, конечно же, сейчас я фармлю через гумункула ветра, но так как я фармлю с ним целый один день, гумункула ветра сделал фулл скилл, он у меня еще явно рекорд не побил и возможно время будет приблизительно такое же. Гумункула ветра я поставил сюда вместо кошки, посмотрим, как будет результат, возможно, стоит вместо веромоса попробовать его поставить, но не скажу, что вместо веромоса будет лучше или сайвовий. Тут надо потестить, сделать там 30 заходов, там 30 заходов, посмотрим, как будет лучше на дракона, это моя стандартная пачка, еще мне в комментариях писали, что люди тестировали, но мне нет таких рун, извините, пока не могу, поэтому я в будущем уберу веромоса и попробую сюда добавить еще амазонку светлую, то есть амазонкой, наверное, будет круче, ну не наверное, а 100% имеется ввиду по времени, можно сделать меньше минуты, можно и этой пачкой сделать меньше минуты, просто надо всем фулл навыки сделать, гильдия наша докачаться должна, там еще дополнительный урон будет по всем везде будет работать и соответственно еще вердыхайли через кд одеть, тут есть еще куча всего, что нужно переделать, а если еще амазонку добавить, то тут секунд 50, я думаю, можно будет сделать, да и так хороший результат. Дальше, некромант, это просто тестовый заход, это 10-й, как видите, это не 12-й, на 12-го я готовлю либо с некроманта, либо с шакрамками пачку, либо классическую через двух собак, это икару плюс рок огненный, и еще туда добавить соответственно шамана, это птичка, ну грифон вот этот вот светлый, туда же зайдет икарос, но у меня нет икарос, вот в чем проблема, у меня нет икарос, поэтому я попробую с шакрамками, но шакрамка я скорее всего буду фейлить, потому что они еще не фулл скилл, водяную я могу через акцию сделать, а бумераншу, а шакрамка у меня там 3 или 4 скилла уже апнула, поэтому ей уже нет смысла через акцию добивать. Царство духов, для меня еще пока тьма, тяжелый босс для меня как для новичка, стальная крепость, в принципе фармиться, фейлов нет, меня устраивает, то есть около минуты, ну тут не около минуты, бывает чуть бы не 2 минуты, вы же знаете как мой дружок работает. Да, сюда можно добавить какую-то кфг ветреную, кстати мне ее дали, но я не спешу фармить классные артефакты, миллионно топовые и все остальное, то есть мне пока еще рановато, то есть прошел чисто ради свитков, ради ачивки. Зал приговора, пока просто вообще нет монстров, тут понятно. Третий, на гидру, на гидру мою не смотрите, это некая я за 4, потому что я ходил 2 или 3 ночи с инфернали, вон он меня двумя своими быстрыми, ну как средне быстрыми пачками водил на гидру, поэтому на этот рекорд можно не смотреть. Пачки на гидру у меня вообще нет, но я хочу в ближайшем будущем за эту неделю-2, то есть я хочу за месяц точно фармить 4 гидру, ну прям так уверенно, может даже и на 5 перейду, но это не означает, что у меня будет там быстрая пачка, там 10 секундная, нет, конечно такого не будет. В среднем я думаю 4 гидру я буду фармить где-то за минуту, меня это будет устраивать, потому что, чтобы быстрее нужно больше кристаллов, а кристаллы будут улетучиваться, поэтому на 4 гидру я выйду в ближайшее время и засниму отдельное видео. Если вы играете чуть дольше, у вас побольше монстров, урон и так далее, пишите мне вконтакте, либо в телеграме, добавляйтесь, можете прямо сейчас поставить на паузу, добавиться ко мне, чтобы не забыти написать слово прайс. Напишите там кинь прайс или там аракис, там ты там про прайс какой-то говорил, я вам скину прайс и в нем есть перечень того, что я делаю по этой игре. Переодеваю монстров, чищу руны, карму не чищу, сразу говорю машину тоже, чищу вам руны, что там, составляю пачки, консультирую новичков и так далее, и так далее. Обращайтесь, пишите, если вы хотите, чтобы я вам купил какой-то донатный пак, вы хотите купить, но по какой-то причине у вас там, не знаю, карту не принимает, либо еще какие-то отмены платежей, пишите мне, я вам куплю любой пак. Только кидайте сразу скриншот, по типу, аракис, привет, сколько стоит этот пак? Я отвечаю там привет и говорю, допустим, такая-то цена, если вас устраивает, все, изи, я вам покупаю пак. Не устраивает, ну, не договорились, поэтому обращайтесь. Дальше, по чудовищам, как видите, здесь 6,5 миллионов я сделал сегодня только за счет шакрамок, они просто тут божат, они прям нагибаторы. Еще я уверен, они на темном боссе, мне тут нагибать босса будут, но на темном боссе я мало заходов сделал, поэтому пока рекорд этой пачкой. И на светлое чудовище шакрамки зайдут, и на водяное чудовище, но здесь нужен обязательно бафер по скорости. Я быстро показываю отдельный гайд под каждое чудовище, чтобы не затягивать видео, будет в отдельных видео. Я не буду делать 5 в одном, я на каждое чудовище сделаю отдельное видео, чтобы четко, внятно, все по делу, то есть и каждую фишку постараюсь рассказать. Ну, а каждый уже сможет добавить в комментариях, что я забыл, или вашу какую-то пачку. Понятно, те, кто фармят там чудовищ по 55 миллиардов урона наносят, ясно-понятно, у вас аккаунты посильнее. Я играю 2 недели, но для меня это тоже нонсенс. Блин, в игре 2 недели, а у тебя уже все чудовища без фейлов фармятся на 3С. Да, 5 лет назад бы такое, конечно, я там года 2 доходил до 3,5 миллионов, а здесь за 2 недели. Ладно, продолжим. Так, что у нас здесь? Ну, здесь просто все пусто, тут ясно-понятно, а здесь что у нас? И всякие ачивки. Добил опытного, осталось до конца добить, и дадут там что, один лдшный свиток, по-моему. Тут ясно. Теперь давайте перейдем к монстрам в целом. Скажу так, аккаунт в плане первачей самый невезучий у меня из всего того, что я когда-либо кому-то качал. То есть, вы знаете, я разным людям развивал аккаунты с нуля и так далее, и так далее. Скажу так, это самый в плане первачей убогейший аккаунт хуже некуда. Возможно, когда вы смотрите это видео, у меня все изменилось, но пока нет. У меня на данный момент вот. Вот мой первач. Все из юзабельного. Все. Я даже больше скажу. Сегодня 860 свитков тикнуло. То есть, 860 мистиков я открыл. Точнее, как, 800 мистиков и остальное. Легендарки, лдшки, там и прочее, прочее, прочее. То есть, понимаете. То есть, демона я получил, получается, за один призыв камня. Да, еще когда-то. А вот этого петушка я получил за 100% призыв первача, насколько вы поняли. Поэтому это не просто я там себя призвал. Так вот, следовательно, да. Вот такой вот у меня мусор валяется. Балом я хоть как-то пользуюсь, но пока я ему не точу скиллы. Я знаю, что балл это топовый первач для меня. Я знаю, что он умеет делать. Он у меня был на моем старом Аракисе. Следовательно, я его обожал и этого буду ценить и любить и в кино водить. Так же, как и его ветреного брата, надеюсь, когда выпадет. Так вот, я веду к тому, что 860 свитков в целом я открыл. И вот столько первачей. И это не один, как вы поняли. Вот настолько у меня невезучий аккаунт. Если была бы гачи, там, допустим, открой 1000 свитков и получишь 100% первача. Я бы уже думал, так, ну, осталось под 150 и я точно его получу. Но нет, походу, походу нет. Я не знаю, и при этом у меня лежит блеска. То есть, когда я призову первача, мне будет типа 2 на выбор. А эта блеска у меня уже завонялась там. У нее срок годности скоро выйдет. В общем, вы поняли. Да, по аккаунту, как видите, монстров вот так вот. По ветке рафика показываю. Это я сделал чисто на гиганта. Может, еще где-то пойдет. Ну, там, всякие там данжики фармить. Но он у меня чисто на гиганта сделан. Не понравится, сброшу, так как книжку дают на халяву. Да, теперь вы можете ее сразу забрать. Помните, раньше она в инвентаре, 6 дней хранилась. И все. А теперь она просто у вас сюда залетает. Дальше. Сегодня я скрафтил панду вместе с райликом. Чичи я ее называю. Вот. И, соответственно, вот эти 2 упсика у меня теперь есть. Это все у меня на гидру готовится, но и не только. То есть, я сейчас серьезно о гидре задумался. Также я готовлю еще и кару. Как вы поняли, на некроманта и не только. Варвары пока по приколу. Но Варвар Ветра мне нужен на Чудовище Воды был. Сейчас пока он просто бесхозный. А Водяного Варвара я тоже приведу. Он зайдет мне на гидру. Поэтому гидра. Соответственно, возможно, тоже на гидру. Гидра. Вот что там. Гидра, гидра, гидра. Это все на гидру мне покатит. То есть, нужно 18 монстров приодеть. И еще сегодня Дариона выформил. Дариону сделаю второе пробуждение. Он тоже зайдет на гидру. Вот, очень покатит мне. Ну, я так считаю, он нужен на первое время. В дальнейшем, конечно, я его, скорее всего, выкину. Хотя, может, будет юзаться под сейф. Ему бы лидерку еще какую-то. Вообще, цены бы не было бы. Там, не знаю, 20% защиты. Что-то типа того. Было бы просто жирнейше. Так, сейчас покажу вам еще склад. Ну, здесь смотреть не на что. Монстры как монстры. Так, где у нас склад? На складе в основном один корм. И, как вы видите, кто мне выпал первый? Да, мой любимчик. Обожаю его. Нет, не очень. Выпал именно он. Ну, в принципе, и все мое барахло. Которое есть у меня на аккаунте. Там всякие, может, тройки, четверки и прочее завалялись. Короче, это все мое барахлишко. Вот, как-то так. То есть, у меня нет чего-то уникального. У меня нет люшена. У меня нет пирата водяного из того, что нужно. У меня нет булыжника. И все, что бы мне хотелось на этом аккаунте иметь. Этого ничего нет. Еле шакрамком сделал и то. Одну я выбил слава яйцам. А вторую мне тупо дали в зале героев. Я ее специально взял. Хоть какую-то комбинацию сделал в этой прекраснейшей игре. Я же говорю. С одной стороны, это и мотивирует. Знаете, как это заряжает? Если бы у меня все было на аккаунте шито-крыто. Все было бы прекрасно. Все классно. Там раскачано и все. Наверное, я бы не то, чтобы интерес потерял. У меня не было бы... Знаете, есть мотивация для меня лично. С двух сторон, которая заезжает. Мотивация, когда ты все получаешь легко, хорошо. И тебя это мотивирует. И ты такой думаешь, блин, значит так и надо. А меня мотивирует больше меня, когда я не получаю то, что я хочу. И это меня, знаете, именно злобно мотивирует. Вот прям до ярости какой-то. Что типа, блин, меня это так в негатив гоняет. Что вот пока я это не сделаю. Вот этот принцип, знаете, уже по какому-то идет. По какому-то принципу. Вот пока ты это не сделаешь, этого не достигнешь. Вот все и никак иначе. Вот, наверное, вот это то, что меня вот ведет в этой игре на данный момент. Ну и всегда, в принципе, мотивировало играть. Но на этом аккаунте, я же говорю, это самый, сука, невезучий аккаунт, который бы я не развивал. Вот такие вот дела. Поэтому, ну как-то так. Пишите информацию о вашем развитии. Надеюсь, у вас все получше, все поярче. Вроде бы показал все по развитию по зданиям. Вы знаете, качал все стандартно по зданиям. Сейчас я уже ГВ-шное здание качаю. У нас наша гильдия. Мы просто в нашей гильдии, там в новичковом формате. Там себе сражаемся, деремся. Играю на Европе. Кто часто задает вопросы, играю на Европе. Стримлю каждый день. Здесь, на Ютубе, прямо на этом же канале. Поставьте колокольчик. Вот, давайте улучшим статистику моего канала. Подпишитесь на канал, поставьте лайки, поставьте колокольчик. Это сразу заметит Ютуб. И он увидит, что ваш вкус, он хороший. Следовательно, он продвинет это видео и для других. И вы чаще будете получать уведомления от Ютуба. А также просто подпишитесь на наш Телеграм-канал, который я уже показывал. Сюда я тоже дублирую о том, что я стримлю. Также я стримлю еще на Твиче. На Твиче у меня канал называется... Давайте я вам сейчас покажу его. Вот, канал называется Аракис 4. Не знаю, почему, как будто я сейчас стримлю. Так вот, здесь смотрит в среднем 20-30 человек. Меня просто раз попросили сделать. Я сделал. Если что, Аракис, нижнее подчеркивание, 4. Ссылка есть в описании. Надеюсь, есть. Не забыл туда ее добавить. Вот, поэтому Аракис 4. Вы можете смотреть либо на Твиче, либо на Ютубе. Я стримлю одновременно. Каждый день приблизительно в 20.00 я начинаю. В зависимости от того, где вы живете, по какому часовому поясу. Что стримлю я около 4-5 часов. Поэтому я уверен, вы успеете зайти, пообщаться в чатике. Передать привет и посмотреть на свитки. Задать вопросы. То есть, это все бесплатно. Ничего платного особо как бы и нет. Песенку можете заказать. Так что, жду вас вечером на стриме. Нужны какие-то услуги? Пишите мне в личку. До вечера. Пишите комментарии. Как видите, я добавляю ваши комментарии в начале видосика. И надеюсь, вам это нравится. Да, я их буду добавлять поэтапно. Поэтому, если написали комментарий, особенно интересный. Ждите, он в каком-то видосике да появится. Это обязательно. Спасибо за лайк. До вечера на стриме. Пока-пока.